hi my students сегодня внеочередное такое краткое сообщение будет посвящено пространству поскольку здесь есть неясности среди студентов и тех кто пытается студентам свои знания передать есть неясности в определении пространства и содержание его и также влияние вот на современную физику будем мы в тот раз рассматривали с вами пространство как понимали ньютон и лебнец видели что противоречие сильные было в этом вопросе и если ньютон придерживался точки зрения наличия пустого пространства то в отличие от него более реалистичная позиция была лебнеца он считал пространство заполненной полностью материи и пространство есть свойства этой материи вот как он пишет что пространство есть форма бытия материи характеризующей ее протяженность структурность но это нам дается краткий философский словарь ближе к лебнецу кстати вот вот а лебнец пишу мире ничего нету кроме ума пространство материи движения при этом он понимает как пространство как порядок расположение материи время как меру его движения как последовательная смена этих положений материи в пространстве то есть наличие про движение в пространстве мера движения то есть время вот время форма бытия материи выражающий длительность ее существования последовательность сменных состояний вот тот же философский словарь энциклопедический 83 года издания статья милюхина здесь вот реально подходит и там же вот пишет что пространство время неразрывно связаны между собой их единство проявляется в движении в развитии материи там же это тоже милюхин пишет в этом же энциклопедическом словаре и там же он пишет вот что очень важно вот что путают у нас студенты он пишет так абстрактные концептуальные пространства это математические многомерные пространства современной математики и физики образуются путем добавления к трем пространственным координатам времени и других параметров это тоже в этом философском словаре написано это в этом и путаница мы понимаем многомерность вот как физическую данную реальность но это чистая абстракция также как четырехмерный вот это пространство которое используется использовали и по анкаре кстати его предложил это четырехмерное пространство вот это вот вот видите метрика его такая s квадрат x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат плюс y ct в квадрате ну это константа нормировочная для времени j c из электродинамики это c взято поскольку при первоначального анкаре вместе с лоренцем они разрабатывали преобразование координат пытались использовать более упрощенную запись уравнение максвелла с помощью вот этого формального четырехмерного пространства но как физическое ими даже не понималось они рассматривали математическую сторону вопроса и у них должно было получаться при повороте в четырехмерном пространстве должно все совпадать форма уравнение максвелла не не должна была меняться вот они подбирали такие преобразования и нашли одни преобразования группа преобразования группу лоренца которую удовлетворяет но они одна она удовлетворяет вот этим требованиям инвариантности уравнений максвелла поэтому это чисто абстракция об этом же кстати 300 лет назад больше 350 лет назад и писал лейбниц лейбниц в прошлый раз это говорили я просто напомню что писал о том что пространственные координаты и время это суть разные вещи почему он объясняет это дело так что вот когда мы рассматриваем пространственные координаты вот движется навстречу нас по нам поезд он увеличится в размерах мы его видим как он приближается к нам он увеличится размере мы видим его как вдалеке так и в так и сзади он проехал сзади он уменьшается у нас в размерах также сбоку слева справа двигаются предметы они дальше по приближается к нам они увеличиваются и уходи в другую сторону уменьшается то есть мы видим всю эту картину пространственную непосредственно можем наблюдать сразу со многих сторон и здесь нету многозначности вот со временем так нельзя поступать в принципе физически вот чем отличается абстрактная математическая постановка от физической которая дает лейбниц он говорит что вот мы сейчас находимся с вами перед телевизором вот смотрим это мое сообщение но мы не знаем что будет до следующий момент времени то есть мы не видим предметов по координате времени вперед и назад то тоже мы в принципе не видим что она была чтобы я пришел одевался там я точно не помню как я одевался что она мне и так далее и даже не помню как я вошел в комнату это многие вещи стираются из истории мы историю все время переконструируем с вами так что мы видим она она даже у нас конструируется эта история в зависимости от политических целей то есть и прошлое и будущее у нас неопределены они неопределены в принципе вот об этом лейбниц писал 350 лет назад это физическая сторона дела поэтому если экстраполировать по времени то нужно вероятность какую-то учитывать вот мы вышли из дома там на нас если хорошо не свалилась вот от жх это глыба льда то с карниза то значит мы дойдем до магазина что-то там купим вернемся обратно целый невредим если мы еще не сели в машину гастарбайтеру который в маршрутку нас не врежут туда то есть это полная неопределенность его во времени поэтому он ливнется своей науке он и вводит вероятностный подход вот здесь уже физика совершенно будет другая другая формальной модели а мы же как понимаем вот там четыре координаты это значит физично все там это меняется там размеры меняются от времени там это скоростью все это меняется ничего это совершенно не так поэтому надо здесь быть очень осторожным и даже вот он что пишет вот у него есть книга новые опыты о человеческом разумении это книга сочинение в четырех томах восемьдесят третьего тоже года издания том 2 ливница издание мысль в москве вот она кстати говоря я да в тот раз обещал вам показать вот это его теория познания в принципе здесь изложено вот в этом том видите она в два раза толще ленинской материализма и перекритицизма на нее не ссылается но это к слову но вот он здесь пишет все конечные духи всегда соединены с каким-нибудь органическим телом и представляют себе другие тела посредством отношения к своему собственному телу ну духи он ну люди просто духи это он понимает как люди с душой как говорится и вот отношение к своему собственному телу мы все от своей печки танцуем и если бы в пространстве существовала пустота ну например если бы какой-то шар был внутри полым и пустым то можно было бы определить величину ее то есть мой радиус этого шара можем замерить и это у нас величина пустоты есть но вот смотрите если бы во времени существовала пустота то невозможно было бы ее определить ее длину видите в чем разница это существенный она физическая она логическая она вытекает из многовековой истории людей во времени который происходил у нас развитие теории познания вот такие дела насчет и пространства дальше мы смотрим еще я это дело усилю ваше отношение вот смотрите что получается у нас есть физика что там в этой физике включается материя поля движение пространство время силы информация энтропия взаимосвязи все это у нас материале физика говорила в материальном мире дальше мы имеем область эксперимента эмпирика наша эмпирика что мы наблюдаем в физическом мире это физические модели приборы органы чувств измерение и измеренные таблицы измерительные таблицы таблицы измерений вот таким образом они связаны может собой между собой и имеем мы в область математики вот математика она посредством анализа эксперимента нам дает следующее она что дает обработку результатов эксперимента вывод математических зависимости закономерностей интерполяция экстраполяции мат модели математические модели формулы уравнения и она же здесь идет оценка точности погрешности измерений вот и все это опирается на мировоззрение на логику и картину мира парадигму как вот мы понимаем антологическую нашу концепцию логическую антологическую концепцию и парадигму который называется ну картина мира это есть парадигма это что касается вот просто взаимодействие именно математики и физики через математическую физику не понимая вот этого мы переходим вот к этим многомерным пространством как к чему-то физическому и относимся и начинаем картины строить исходя из этих вот математических моделей в этом отношении вот даже некоторые академики они неправильно исповедовали позицию вот мы говорили об академике прангишвили прошлый раз так у него есть тоже такая вот неправильная вот мысли в одной из статьи они высказывают что каждый физическому процессу соответствует соответствует математической модели и так же каждой математической формуле или модели соответствует какой-то физический процесс так вот это обратно и неверно совершенно то есть математически мы конструкции можем построить такие какие нам надо но физический процесс под ним не будет подразумеваться это вот следует очень же очень четко понимать так же как вот формула вот по-разному понимает вот многие студенты поняли ну что такое mc квадрат mc квадрат вот эта энергия который содержится в теле бассейн вот масса и мы в ней такая вот энергию ух какая большая энергия все но это совершенно не так подход то не так хотя нужно 350 лет известно что это живая сила и она нужна она что выражает почему она ски с генетической энергии не стыкуется именно потому что живая сила она определяет энергию которую нужно к телу приложить чтобы она до достигла скорости в ну и c в данном случае скорости света mc квадрат это вот энергию которую нужно приложить к телу масса м чтобы она достигла скорости c а мы понимаем что это вот внутренние энергии этого тела из этого это уже там теории академики всякие все это дело крутят и впаривают нам впаривают вот буквально впаривают вот от из этой математики совершенно картину мира искаженный нам дают картину мира который нет на самом деле что вот я и говорю вот с этой метрикой он же этот инштейн уже ежене этот неправильно они поняли кстати говоря с чего начинал инштейн то вот мы с вами студенты он же тоже был студентом вот мы учились в группе на потоке и там была такая студентка марич у него подружка была студентка марич это студентка марич она была отличности отличница в области физики она все физические экзамены сдавала только на одни отличные оценки инштейн же наоборот у него по математике было кругом все 5 а по физике он хромал сильно на обе ноги по физике он хромал поэтому когда вот участвую семинарах среди крупных физиков находясь в европе вот это марич сама сербка по происхождению она значит на хваталась этой идее вот панкаре то панкаре лебнец висает вот в это ну герц еще там и многие другие также было очень много зрело это и было уже опубликовано пять лет как опубликовано это все дело она это дело подхватила и поскольку видит что в это дело может как легко это использовать это объединилась они во женились меж собой вот на этой основе они женились у них дети были там двое детей было и вот когда значение она приписала фактически физику всю первая то статья по теории относительности это совместно было нас марич опубликовано и когда она публиковала статью его включила фактически инштейна в эту статью потерять по специальной теории относительности то она с ним заключила письменный договор о том что эта статья она поняла что тянет на нобелевку и что когда они получат нобелевку делят они ее пополам эту нобелевскую премию но что собственно инштейн то выполнил когда правда он не за это получил низа не заезд его а он получил по другим вопросам но он чего согласно договору с ей поделился вот а дальше это пошло здесь он они похерили эфир здесь немножко они не дочитали по анкаре и хивисайда не дочитали потому что разница в языках по анкаре на французском они все на немецком работали и кроме того на английском хивисайд работал они все это все не понимали как правильно вот это вот использовать дальше они это все потащили в общей теории относительно как они ее это общая теория относительности стряпали то шестнадцатом году здесь уже он развелся это она уже дальше ему не нужна это он всю физику то схватил у нее там то что можно было понахватал дальше он женился на другой женщине у которой уже трое было детей или четверо но она у него была как мать родная его кормила поила одевала обувала вот и дальше значит заключалась в том что когда он эту общую теорию относительности стряпал он исходил из аналогии первое что аналогии с электромагнитными процессами что там есть заряд тут мы с массами работаем а раз с массами плюс у него еще было бзик вот с этим с минковским и с другими математиками что пространство должно быть кривое пространство кривое у нас и и вот массу поместили просто и там все пространство у нас искривился из-за этой массы как будто мы ее поместили откуда-то взяли из неизвестной из пустоты взяли и внесли в пространство где уже там есть предметы предметы все раступились и мы видим вот занимаемся вот этой вот кривым пространством хотя она сколько предметов в комнате не было у нас пространство не скривилось вот мы туда игрушки накидали слоники у нас тут обезьянки бегают все и железную дорогу купил отец поставили на полу и играем с ней остальное у нас ничего не искривилось просто предметы переместились поменяли положение все как же в электродинамике же силовые линии по кривым располагается значит надо соответствовать с граничными условиями и так далее так далее то есть с точки зрения математической модели он подтягивал ее под физический процесс которого в принципе нету и когда вот это они сляпали то я вам говорил тут раз была такая эми метр она это дело же разоблачила сразу почему потому что нестыковка по самому основному закону сохранить по законам сохранения по всем то есть вот это а то а почему год там вот у нас совпадает у нас орбита меркурий там немножко под получилось подправили мы было там 36 секунд там и вот сделал 25 секунд вот уже получился результат и тому вот лучик то вот он у света то немножко там искри это значит пространство искривился не это они не замечают что там сила поля кроме это есть еще масс кроме еще еще поля и кроме того что пространство само они затроп на это все понятны и виртуальные частицы там уже нашли с помощью фентосекундных час лазеров фентосекундные лазеры короткие импульсы дают длиной фентосекунды и вот сфотографировано было в совершенной в пустоте в космосе сфотографировано было виртуальные эти частицы которые рождаются там исчезать за очень короткое время на вход на фото пленки зафиксированы отражение от этих частиц вот излучение фентосекундных глазов вот другой точки зрения насчет пространства придерживался лагунов он разоблачил во первых полностью так же как и именетер разоблачил эту общую теорию относиться и штейна который исходил из математики чистой а что касается экспериментальной оценки в некоторых вопросах как говорится она давала и экстраполяцию интерполяцию но других вопросов она совершенно давала ну не в те ворота также что касается в а эфир он некоторые вопросы вовсе не относится без эфира будет я решить не могу то есть он отказывается от ст его полностью и переходит к эфиру то есть эфир мне теперь нужен вот когда я а то делаю вот лагунов это он сам построил лагунов свою теорию но он не исходил из того что там эфир кривой он исходил из того что до поверхности тел могут быть разные сферы там цилиндры и так далее и другие формы всякие звездочки и поля могут быть самые кривые но пространство при этом метрику пространства он брал нормальную но при этом метрик конечно осталось вот это панкаре хотя закон о сохранении у него лагунова получились следует вот от меня изучать именно вот по лагунову общей теории относительности лагунов это более физично она и отвечает современным требованиям и не содержит вот этих вывертов которые математики делают они свою математику натягивают на физический процесс пытается ну можно так можно это инженерные уже методики это не наука это чисто инженерные вот как мы с вами делали в полосковых линиях большой больших размеров разбирали поле там импульсы смотрели наносекундные импульсы в этих полосковых линиях воспитательных больших объемов мы используем там что принципе мы должны были уравнение максвелла решать вот со всеми этими граничными условиями получать там все формы полей которые вот укладываются эти длинный волн по высоте полосковой линии то а мы здесь взяли простые телеграфные уравнения распределенные емкости индуктивность сопротивление погонные и получили мы форму импульса да соответствует реальности но мы не говорим о том что вот эта математическая модель это вот она точная нет мы говорим что это инженерный методик потому что там приходилось некоторые параметры исходя из одного измерения выбрать какой-то параметр допустим распределенная индуктивность емкость а по мере маядуктивность распределенная и вообще мире в таких размерах тяжело вот мы ее сначала график построили экспериментальные на на испытательном стенде потом насчет этого на основе этого графика погонную индуктивность вычислили потом ее вставили в эту инженерную формулу и дальше она у нас для всех других размеров полосковой линии для в разных высот разных нагрузок разных генераторов все это начал но это инженерными только это подгонка также и вот и что касается вот этого теории инштейна то есть это одна в каких-то точках может давать сад соотношения в каких-то нет и что еще хотел сказать как раз общая теория относительности они эфир но лагунов то он эфир он построил общая теория относительности тоже без эфира и вот сейчас мы что вот что видим мы лайду этот вот проект лайду этот сообщение сенсации мы зафиксировали гравитационные волны ну то это типа коллайдеры там тоже что-то сделали что-то зафиксировали косвенные измерения на основе косвенных измерений также а установка какая тоже под 90 градусов лазерные лучи и интерференционный метод что мы видим это лайда это повторение опыта майкельсона фактически дальше я утверждаю откровенно если вы говорите что вы зафиксировали гравитационные волны вы тем самым зафиксировали наличие эфира это так а значит всю команду академии наук который вот все надо менять и ставить людей которые занимались эфиром а все вот эти как академиков всех надо косой скосить оттуда потому что это открытие открытие эфира вы доказали эфир что вот волна гравитационная пришла к нам а через что она прошла через эфир это ясное дело потому что опыт майкельсона тоже под 90 градусов лучит может доказывал движение эфира ну его же опроверили он скрылся в погрешности их приборов а здесь что вы думаете погрешности меньше что ли были а кто их исследовать погрешность но есть у нас еще и наши отечественные ученые они тоже доказали вот недавно но с помощью резонансных методов тоже косвенных вот если я внизу на работы сошлюсь нашего тоже сатаров по моему фамилию тут внизу будет ясно значит у тоже недавно он опубликовал и на ютьюбе есть доклад его по этому вопросу по фиксации периодичности на двойных вот этих звезд двойной звезды который быстро между собой вращается и обороты меньше что с точки зрения меня вот как дилетанта простого логически тоже рассуждая я не могу понять следующего если мы академики вот собрались мы все академики и спрашиваем пришел я допустим дилетант и спрашиваю этих академиков вы научились измерять точно гравитационную постоянную где она у вас измерена точно в каком месте почему вы меряете там 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 измеряете и у вас везде гравитационные постоянно разные уже в четвертом знаке хотя все остальные физические константы все время точность повышается она гравитационные постоянные вы споткнулись академики вот я бы просто таку был бы я берия допустим берия я бы это их всех в эту посадил бы и да до тех пор него пока бы один вопрос не решили гравитационные постоянные а потом уже искать вот эти вот волны гравитационные и к чему вы сами себе привели то вот нашли в эту гравитационную волну нас вы доказали эфир но вы в то же время ты называете лжеученого эти вот от суху от суховского и и прочую команду эти вы называете уже учеными у вас комиссии создано у вас академики были там гинсбурге которые отрицали эфир все окуни все ну и каких только академиков нету еще они там громоздили формулы все это надо выкинуть и в печку сжечь так ведь логически получается с точки зрения с наблюдателя постороннего наблюдателя чтобы творить какую сенсацию вы даете какому празднику это вы от открыли вот эти гравитационные волны и что вы доказали этим сам это эмоции но они такие логично как говорится с точки зрения потребителя этой всей науки вот лебницу я возвращаюсь к нашему разговору о пространстве я неоднократно подчелкивал пишет лебницы что считаю пространство так же как и время чем-то нечто относительно пространство порядком существования то есть порядок бытия а время порядок последовательностей то есть изменение вот этого порядка это третье письмо к ларку ну большая советская энциклопедия в третьем издании там такой автор пишет штейнман он ссылается кстати он на лебнице вот те которые ученые порядочные вот этот штейман порядочный ученый он на лебнице ссылается и он пишет уже по-человечески без заскоков вот он пишет о пространстве время не существует в нем материи и независимо от нее пустого пространства нету отдельно матери отдельно нету он реально подходит вот таким образом аватологу нова вот мы говорили в этом массы не искривляют пространство искривляются лишь силовые линии полей взаимодействия масс при этом выполняется все законы сохранения логически согласно лебницу неправильно мыслить об искривлении пространство для этого надо положить его отдельно от материи то есть если мы мыслим искривление то мы должны материю выкинуть его вот так вот согнуть пространство а потом уже материю вставить туда это логически и это явно и ересь это вот мыслить пространство кривым как это говорят что вот гравитационные волны появляются исходя из изменения кривизны пространства вот это ересь это даже с точки зрения ленина это ересь и лебница хотя лебница считался идеалистом а ленин воинствующим материалистом но здесь их по диалектике их точки зрения как раз на центральном вопросе совпали вот здесь мы видим единство и никакой борьбы противоположности нету вот это субъективная идеалистическая теория придерживался ньютона ну а за ньютоном сейчас у нас же все же по ньютону по ньютону дальше стоу а то это все ньютон и энштейн это ньютон он физики не бельмеса мы же говорили что там марич была физиком у них физиком была марич а а то он уже без марич там он вообще напахал неизвестно вот и дальше по вот этой метрике которую панкарет он же с осторожностью эту метрику применял вот эту метрику которую я вам показывал и здесь в этой метрике равноправно равноправные координаты это я вам повторяю чтобы это центральные точки для математической модели это сошло ряд эффектов совпало смотрят с форму ну это физически неравномерно не правомерно координату вектор р р и т они неравноправно о чем писал лебдец я подвожу укратце итоги и здесь необходимо оценки вероятностей при экстраполяции вперед и назад по времени ну а числе измерений пространства но здесь с аристотелем здесь уже споров нет уже все пришли общим знаменателем что про измерений пространства их всего три ну хотя вот была лекция кон комиссия там космический отряд наблюдателей он говорит что пространство у нас на семнадцать десяти тысячных отличается от трех то есть три и семнадцать десяти тысяч а по идее идеальное пространство размерность должно иметь пи три четырнадцать соток но это фантазии мы не берем вот это с инопланетянами мы не связываемся с вами оттуда информацию пока не черпаем вот ведь связывал энд со структурой электромагнитного поля тоже пришел к понятию 3 каким образом значит было гравитация до гравитация здесь тоже хочу же пожитейский такой как же пример привести ну вот примерно так вот у нас исследуют гравитацию опыт ковендиша он пытались его так и так и так и так но не получили точности оценки гравитационной постоянной дальше мы сразу перешли от статик у нас не получилось гравитационной постоянной мы не знаем как точно определять и как точность повышать систематически но мы перешли вот гравитационную волну академики сами себе закапывают потому что они разрываются в эфир на какую глубину пока не знаю вот и гравитационные волны как мы ищем мы не совершенствуем от опыта к видишь мы не делаем эти шары вращающимися там это вот говорят что там с ускорением они должны были двигаться тогда гравитационная волна будет по аналогии с электродинамикой мы это не совершенствуем а мы устремляемся глазами к небу и как звездочеты вот эти звездам служащие в данном как там молитве звездам служащие учатся поклоняться солнце правду солнце правду то есть их спускает на землю и морды молись и кайся вот так вот так вот астрономы с числа гадателей эти астронавигаторы все они приходят необходимости спуститься на землю здесь на земле надо измерять у нас что масс нет масса земли маленькая нет немаленько масса луны большая большая маша солнца большая большая разве мы не получаем гравитационных волн вот говорят вот неси надо не симметрию создать чтобы то одна масса была большая а в опыте к вендыше также одна масса маленькая другая масса большая из-за расстояния поскольку близко все равно энергии то необходимо фиксировать будут такие же чем за миллиона тому ждать сколько там это перейдет из-за чего там на этом расстоянии какие события могут произойти что вы получили всплеск если направить телескоп любую точку любую точку двойная звезда тройная или вообще пустота полная пустота то если вы долго так сидите вот вы по обязательно получите всплеск это сто процентов в любую точку вот на земном шаре уткните в это и получают и говорят что вот это сигнал от инопланетного разума это все разум на плане вот у нас это соседка была на своем огороде не копалась она все время смотрела в чужой огород как там чего растет там же больше клубник там это больше надо туда залезть и сосед был пацан это была пенсионерка а другой был пацан сосед у него кустов смородины это но ему нравилось именно тут вот у нас в этом огороде то есть также и ученые поступают у нас психологии то одна и та же хоть он академик хоть он но на уровне ребенка он все время смотрит чужой огород а вот опыт поставить здесь по гравитационной постоянной по определению вот как будто у нас нет этих гравитационных волн здесь от луны приливные так далее так далее и здесь мы опыт к видишь они довели до до ума гравитационные постоянные не не сфиксировали и мы открытие и вот мы терпели ждали и ждали в это терпели и когда же мы собрали конференции то накануне исторической встречи папа римского с патриархом московским и и вот мы к этому значит юбилею чудо такое это сенсация появление гравитационных волн вот такое сообщение значит здесь надо четко разделять математику отдельно физику отдельно между ними эксперимент анализ этого эксперимента повторяемость массовость повторяемость погрешности и не смотреть чужой огород не смотреть что там на двойных звездах делается надо делать все здесь и гравитационной постоянной заниматься вплотную потому что здесь именно здесь у нас и зарыто мы ее меряем в разных местах земли она везде разная причем уже в этом я повторяюсь больше не буду извините за эмоции это мое такое эмоциональное потому что там в писании написано что вот явятся такие люди которые будут являть чудеса многие но вы им не верьте надо ко всему относиться критически что что я вам желаю будьте здоровы всего вам доброго до новых встреч